СПОНСОР ПРОГРАММЫ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СОЮЗ 8 800 5000 977 Здравствуйте! В эфире программа «Город. Действующие лица». Меня зовут Алексей Шлепов. Я думаю, что многие уже знают, мы уже к этому привыкли. Да, праздник достаточно новый, но тем не менее праздник, на мой взгляд, совершенно чудный. И отмечать его стоит. Я имею в виду это День Семьи, Любви и Верности. И именно с этим праздником связана наша сегодняшняя программа. А гость нашей программы – начальник отдела управления по вопросам семьи и детства Ирина Кушнаренко. Здравствуйте, Ирина Борисовна. Но прежде чем я начну вам задавать вопросы, я еще раз хочу напомнить нашим телезрителям, что наша программа идет в прямом эфире, и вы можете принимать в ней участие. Вы можете позвонить нам, задавать свои вопросы. Телефон для ваших звонков – 290 06 46. Вот теперь то, что касается вопросов. Мы с вами договорились еще до программы, что мы не будем сегодня охватывать все семьи, которые живут на территории города Краснодара. Мы поговорим о тех семьях, которые нуждаются в особом внимании или, может быть, в особой заботе. Это семьи многодетные и семьи замечающие. Давайте начнем, ну, наверное, в большей степени это семьи замечающие, о них поговорим. Давайте все-таки начнем с того, что проговорим, что такое замечающая семья. Замечающая семья – это такая форма жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые призваны заменить кровную семью. Несколько у нас форм таких. Самая главная, самая приоритетная форма – это усыновление, когда ребенок носит фамилию своих родителей, обладает всеми правами кровного ребенка. И очень часто, насколько я правильно понимаю, вот в таких семьях дети могут даже и не знать, что они приемные, особенно если их взяли в очень младенческом университете. Да, зачастую так и есть, но мы все-таки, как специалисты, советуем говорить детям в определенном возрасте, что они были усыновлены. Потому что есть опасность того, что ребенок узнает или найдет свидетельство об усыновлении, или кто-то расскажет. Неизвестно, как ребенок воспримет эту информацию чужого человека. А вообще, я не знаю, может быть, это не совсем к вам вопрос, но тем не менее, а государство как-то охраняет вот эту тайну усыновления? То есть, я имею в виду, как бы, я не знаю, государство, должностные лица, без согласия родителей, они там не могут, да, сказать? Конечно. Тайное усыновление охраняется государством. От доброй воли родителей зависит дать информацию о том, что ребенок усыновлен, либо нет. Все специалисты, которые сталкиваются с этим процессом, и в органе опеки, и в суде, потому что мы знаем, что это процедура через суд, конечно, все обязаны хранить тайну. Это закон. Так, мы сказали, что у нас есть четыре формы замечающих семей. Про первую мы проговорили, ну, по крайней мере, юридическую составляющую. Юридическую составляющую. Мы с вами проговорили. Дальше. Это опека. Такая форма жизнеустройства, при которой детки попадают в семью, чаще всего родственников. Бабушки, тети, которые берут на воспитание малышей, которые остались без опеки кровных родителей. Следующая форма – это прием. Сейчас, давайте, ну, опять же, по аналогии с приемной семьей. То есть там какая может быть юридические особенности? Здесь ребенок остается со своей родной фамилией, со своим именем, со своим отчеством. Что там еще, какая там еще может быть особенность? Опека – это открытая семейная система. Если усыновление – это закрытая довольно семейная система, то опека – это не тайна для окружающих. И в этой форме жизнеустройства родственники ребенка имеют право на общение с ним, с согласием опеку. Ну, и органы опеки, если это не наносит вред. Потому что мы все-таки стараемся сохранять родственные и семейные связи. Следующая форма. Это приемная семья. Чаще всего здесь воспитываются детки у посторонних людей, не у кровных родственников, которые исполняют свои обязанности возмездно. То есть они получают вознаграждение за воспитание, обучение приемного ребенка. Ну, получается тогда, получается, что все-таки в такой форме, как приемная семья, ну, государство, если не всю, берет на себя ответственность, то часть ответственности за воспитание ребенка берет, потому что платит за это деньги. Конечно. И, наверное, это правильно, потому что воспитывать ребенка некровного, это достаточно сложно. С обычным кровным ребенком непросто. А здесь и есть у малышей особенности, которые следует учитывать. А тогда мы говорим, а вот эти деньги, которые платит государство, как это выглядит, я имею в виду. Это деньги, ну, не очень хочется мне произносить эту фразу, но я ее все равно произнесу, да, за некий труд приемных родителей, или это деньги, которые идут ребенку, там, я не знаю, на его питание, одежду, это такие некие целевые деньги, или это как-то выглядит по-другому? Это выглядит следующим образом. В приемной семье оплата идет приемному родителю за труд по воспитанию, и идут средства на содержание ребенка. То есть именно из-за этих средств... А, то есть такие получают две корзинки, да? Да, две корзинки. За свое вознаграждение приемный родитель не отчитывается, а вот за те средства, которые были выплачены на содержание малыша, в конце каждого года он предоставляет отчет, чтобы орган опеки мог отследить, по целевому или назначению были использованы средства. Я знаю, что у нас есть телефонный звонок, просто прошу чуть-чуть подождать нашего телезрителя. Вы сказали вот эту фразу, родители отчитываются за эти деньги, которые идут на малыша. То есть это только для маленьких детей такая форма? Или просто вы всех детей называете слово малыш? До 18-ти все дети. То есть просто вы всех детей до 17 лет называете малыш? Просто там от возраста немножечко зависит сумма. У нас есть еще одна форма устройства, но давайте сейчас послушаем нашего телезрителя, ну такой приоритет небольшой. Да, мы слушаем вас. Напомню, телефон 290-06-46. Говорите, как вас зовут. Задавайте вопрос. Здравствуйте, меня зовут Оксана. У нас в семье живет сын под опекой уже 3 года, а осенью ему нужно будет получать паспорт. Он хочет взять нашу фамилию. Он может сразу получить паспорт с новой фамилией? Или нужно будет получить паспорт на фамилию как свидетельство о рождении, а потом поменять на новую? Спасибо большое. Спасибо большое. Ну вот мы только проговорили. Я поняла. Я поняла. Ребенку нужно сначала получить паспорт на свою фамилию. А потом... То есть, ну вот то, что было... То, что свидетельство о рождении. Да. А потом, да, можно взять фамилию приемного родителя или опекуна, и у нас такие истории не редкость. Это добрый знак. Это показывает, что ребенок вошел в семью, чувствует себя ее членом. А тогда вот скажите, я, ну опять же, если я все правильно помню, в том числе из наших с вами встреч здесь, в этой студии, ведь там, мы говорим, государство следит за таким ребенком, государство участвует в его воспитании и росте. Вот эта смена паспорта, нужно получать разрешение в том числе и в органах опеки? Или ребенок уже 14-летний, он сам принимает... Сама процедура смены фамилии проходит у ребенка, у несовершеннолетнего, все равно через орган опеки. Через все? Да. А если уже там 18 лет, там уже все? Там уже немножко другая процедура. Возвращаемся к форме устройства. У нас четвертое осталось. Осталось у нас патронатное воспитание. Это такая форма, на которую передается ребенок не на очень долгое время, это примерно до года, когда нет статуса у ребенка, то есть нет документов, подтверждающих, что он является ребенком-сиротой или ребенком, оставшимся без попечения родителей. Ну, например, мама или один из родителей находится под следствием, нет еще приговора, нет вот этого статуса, который может говорить о том, что ребенка можно передать в приемную семью или под опеку. Такая временная мера, там тоже назначаются выплаты на ребенка, государство поддерживает и эту форму. Ну, вот здесь, ну, а с точки зрения, как бы, я не знаю, с точки зрения психологии, что ли, ребенка, то есть его вот отдали в семью. И вроде не родители, да, и как-то так воспитатель, а потом могут забрать через год и что-то. Или это для того, чтобы он просто не находился, что называется, в неком казенном доме? Да, да. Все-таки семейная форма устройства, семейное тепло, внимание близких, взрослых, пусть даже и не родных по крови, все-таки приоритетнее, чем детский дом или социально-реабилитационный центр, где много детей, где нет индивидуального внимания и заботы конкретному ребенку. Мы считаем, что это все-таки в интересах ребенка. А ребенок, вот в такой ситуации, его мнение кто-то спрашивает? Допустим, вот смотрите, я понимаю, там, то, что касается усыновления. Я понимаю то, что касается опеки, если мы говорим это к родственникам, там, ну, как-то все попроще. Если мы говорим о патронате, если мы говорим о приемной семье, то, что ребенка кто-то спрашивает? Взрослых детей старше 10 лет спрашивают. Старше 10 лет. То есть взрослый ребенок считается старше 10 лет. Да, но у нас и в семейном кодексе прописано, что мнение ребенка старше 10 лет обязательно к учету при разрешении каких-либо ситуаций, затрагивающих его интересы. Тогда, я не знаю, насколько это может быть личный вопрос, да, или, может быть, вы сталкивались с этим. А часто ли дети, там, старше 10 лет, когда спрашивают, вот смотрите, вот есть взрослые люди, которые могут стать твоими родителями, да, мы готовы сейчас, там, все сходится, документы, все правильно, все замечательно, ты можешь уехать с ними. Когда дети говорят, нет, я не хочу. Да, у нас иногда бывают такие ситуации, когда ребенок отказывается идти, вот, в данную конкретную семью. И мы обязательно спрашиваем, почему. Потому что не только семья выбирает ребенка, но и ребенок выбирает семью. И это, наверное, правильно, потому что если нет изначально некоторого притяжения и желания быть вместе... Как сейчас модно говорить, некой химии, да, вот этой вот... Ну, если хотите, вот, то мы учитываем, потому что это косвенный такой фактор, да, который говорит о том, что в дальнейшем может не получиться вот этих семейных взаимоотношений, и ребенка, может быть, придется передать в другую семью. Ну, это дополнительная травма. Конечно, и для семьи, и для ребенка его придали уже один раз, и тут получается, что тоже не получилось привязанности в данной семье, не очень хорошо. Если, ну, продолжить пока тему замещающих семей, а есть стати... Ну, наверняка она есть, да, могли бы вы озвучить статистику, а сколько у нас сейчас там в городе Краснодаре, или там сколько было в прошлом году? Я понимаю, дети растут, и семья уже не может считаться замещающей, да, если ребенок вырос. Появляются новые. Вот есть какая-то статистика? Да, конечно, статистика есть. В 2016 году у нас появилась такая цифра, около полутора тысяч детей в замещающих семьях нашего города. И она вот примерно остается неизменной в 2017-2018 году. Как вы правильно сказали, дети вырастают, появляются новые. Вот в течение трех лет примерно около полутора тысяч детей у нас воспитываются в замещающих семьях. Семей около 1200. Еще один телефонный звонок, 290-06-46, телефон прямого эфира. Говорите, мы вас слушаем, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Олеся. И у меня такой вопрос. Подскажите, а вот если мы с семьей хотим выехать на отрасль за границу по внутренним российским паспортам, нам нужно будет выехать на выезд как-то во всем? Алло, 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 алло. Алло, вы меня слышите? Да, вот часть вопроса немного подъела связь. Вы сказали, вы хотите выехать за границу по внутренним российским паспортам. И дальше вот у нас было достаточно плохо слышно. В таком случае нам все равно нужно получать разрешение на выезд нашего приемного ребенка. Спасибо большое за телефонный звонок. Ну, это видно, а, ну, безвизовые страны. Вы знаете, вот обязательности такой нет. Наши приемные родители все-таки подстраховываются и берут в органе опеки разрешение, где будет указана страна, период, в который будет находиться семья с приемным ребенком, чтобы не возникло никаких проблем и заминок на границе. Разная фамилия. Да, да. Ну, имеете в виду, вот просто такой вот некий... Ну, некий документ, который снимает вопросы при пересечении границы, делается очень быстро, ну, достаточно быстро, без проблем. Хорошо. Если позволить, вот теперь еще одна тема, которая так или иначе связана с замещающими семьями, это школа приемных родителей. Ну, вот если институт замещающих семей, он достаточно большой по времени, да, и 10, и 15, и 20 лет, и, по-моему, не знаю, всю историю, да, по крайней мере, государства это было, то вот понятие школа приемных родителей, она появилась ведь не так давно. Насколько она эффективна, раз, и, во-вторых, я помню времена, когда это было там достаточно добровольно для родителей, которые хотят взять ребенка, сейчас это обязательная форма, да? Вы правы, да, сейчас это обязательная форма. В Краснодаре с 2008 года у нас школа действует. Сейчас люди, которые хотят стать приемными родителями, замещающими родителями, проходят обучение в Краевом методическом центре нашего города. За первое полугодие, вот, до текущего года у нас окончили, получили свидетельства около 150 и семейных пар и одиноких граждан. Школа, безусловно, важна, потому что мы с вами знаем, что воспитание приемного ребенка имеет свои особенности. И как раз, пройдя обучение, курс, это около двух месяцев, получается, наши кандидаты получают знания необходимые по юридическим, педагогическим, психологическим образом. Да, и они понимают, проясняют свою мотивацию. Нужно ли им это? Действительно ли это так? Да, или, может быть, это было что-то другое? Скажите, опять же, я боюсь то, что вы мне ответите сейчас на этот вопрос, но все равно его задам. А есть такие там семьи или там одинокие, как вы говорите, родители, которые, пройдя вот эту школу приемных родителей, не получают это свидетельство? И есть ли семьи, которые, пройдя и получая вот это вот свидетельство, потом им не пользуются? Да. Отвечу на первую половину вопроса. Количество подавших документы на обучение не совпадает с количеством окончивших и получивших свидетельства. Потому что иногда люди приходят с неконструктивным мотивом на обучение. Ну, например, потеря близких, потеря собственного ребенка. И хочется его быстро заместить. А психологическое состояние человека не позволяет добросовестно и правильно исполнять обязанности по воспитанию приемного ребенка. Психологический человек не готов. Есть определенная система контроля знаний и психологического состояния личностных особенностей, которая показывает, готов или не готов. Но если, например, не пройдено тестирование, не какие-то личностные особенности мешают, а просто не усвоен материал, то через время можно повторно пройти его. И если все в порядке, пробелы устранены, можно пройти еще раз итоговое собеседование и получить свидетельство. И вторая часть вопроса, да, бывает, люди получают свидетельство об окончании школы приемных родителей и не приходят в орган опеки. То есть взвесив уже все за и против, получив определенный пакет знаний. А у нас же, знаете, как получается иногда, нет деток, хочется усыновить ребенка. Проходит, вот семья принимает решение. Да, у нас не получается иметь своих деток, мы возьмем приемного. Например, пройдя школу, когда вот это принято решение, немножечко что-то меняется, вот где-то там наверху, и получаются иногда свои дети. И тогда, ну, нет смысла брать приемного, когда есть свой, долгожданный. Тогда еще один момент. Мы говорим о том, что в самом начале, я, по крайней мере, говорил, да, что мы сегодня будем говорить о семьях, которые нуждаются в определенном внимании государства, в определенной заботе. Я правильно понимаю, что и вот такие замечающие семьи, и многодетные семьи, они стоят на особом учете, и те же самые, не знаю, там, те же самые бесплатные путевки, которые реализуются через управление семьи и детства, они в приоритете. Естественно. Материнство и детство вообще в приоритете у государства. И меры социальной поддержки, допустим, для многодетных семей, и большей частью это какие-то выплаты, которыми занимается управление по социальным вопросам. Социальные вопросы. Да. А многодетные семьи всех, все в городе могут, конечно же, в управление обратиться и получить путевку на своего ребенка. Или это лагерь, или это санаторий, или водолечебница. Естественно. Многодетные замещающие семьи также в приоритете. Для них зеленый свет и открытая дорога. Государство заботится о том, чтобы дети получили полноценный отдых. А вот то, что называется, ну не знаю, с одной стороны, простая поддержка, там, я не знаю, человеческая и серия поговорить, там, со специалистом, с тем же самым психологом, с юристом, если возникают какие-то вопросы, просто прийти, чтобы, ну, знаете, вот бывает же такое в конфликте между взрослым и ребенком, да, нужен некий третейский судья такой вот, некий взгляд со стороны. Это тоже возможно? Это тоже возможно, и это правильно, когда замещающая семья приходит со своими проблемами в орган опеки. Только или многодетная тоже может прийти? Вы знаете, нет, к сожалению. Нет, да. Управление по вопросам семьи и детства оказывает вот психологическую, педагогическую, юридическую, социальную помощь, все-таки преимущественно своей категории семей, замещающих семей, потому что именно в органе опеки юристы профильные, которые понимают особенности, да, получение гражданства, постановки на жилищный учет ребенка, потому что мы же знаем, что и квартиру сироте предоставляет государство, да, еще какие-то вопросы имущественные, наследство, может быть, психологических вопросов, также очень много, начиная с самого процесса адаптации, как только ребенок попадает в семью, и заканчивая выбором профессии, например, после окончания 9 или 11 класса. Те же конфликты, которые возникают в подростковом возрасте, неизбежные, да, трудно протекать подростковый возраст, ребенку непросто, родителям непросто, несовпадение интересов, требований, конечно, наши специалисты помогают, ну и сопровождают наши приемные семьи, кровометодический центр. Целый штат персонала, очень высоко квалифицированного, который оказывает помощь, и в субботу работает, что удобно нашим замещающим родителям, и в будние дни, конечно, и в субботу. Очень хорошие результаты. Я понимаю, когда, у нас не очень много времени остается, да, я понимаю, когда родители обращаются в данном случае в управление, потому что они привыкли, они собирали документы и так далее, и тому подобное. Ребенок этого всего никогда не видел, а дети, сами дети вот из таких приемных семей обращаются самостоятельно? Да, иногда обращаются, но это чаще всего подростки, именно по конфликтам с приемными родителями, ну и замещающими родителями, либо по каким-то вопросам, конфликтам, например, в учебном заведении. Такое тоже иногда бывает. К сожалению, я вынужден нашу программу уже заканчивать, потому что время поджимает. Спасибо большое, Ирина Борисовна, что пришли и ответили на наш вопрос. Уважаемые телезрители, я еще раз хочу вам напомнить, мы сегодня говорили, ну, в большей степени, о замечающих семьях, а гостем нашей сегодняшней программы была начальник отдела управления по вопросам семьи и детства администрации Краснодара Ирина Кушнаренко. Еще раз большое спасибо. На сегодня это все, увидимся в следующий раз. Всего доброго, до свидания. Спонсор программы «Сберегательный союз» 8 800 5000 977 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова